Нефтегазовое направление Магистранты Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, завершив первый этап обучения, отправились в Имперский колледж Лондона на второй завершающий год учебы. Сегодня в международной группе «Петролем инженеринг» обучаются представители из Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии. Успешно работают программы двух дипломов с Французским институтом нефти и с Фрайберской горной академией, являющихся ведущими европейскими образовательными учреждениями в нефтегазовой сфере. 3D-геоцентр нефтегазового направления университета располагает всеми программными продуктами мировых лидеров в нефтегазовой отрасли для обучения студентов на базе реальных геофизических данных с реальных месторождений. Инкубатор дистанционных образовательных проектов нефтегазового направления предназначен для обучения слушателей в рамках дополнительного образования, что позволяет одновременно обучать дистанционно сотни человек. В 2020 году начата программа стажировок для китайских студентов. В 2021 году специалисты и студенты Китая будут приезжать в Казань на стажировки для повышения своей квалификации. Применение цифровых технологий в научных исследованиях приоритетного нефтегазового направления университета в значительной степени способствовало созданию научного центра мирового уровня. Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты. На базе консорциума вузов, главным в котором определен Казанский федеральный университет. Ученые нефтегазового направления университета разрабатывают цифровые технологии искусственного интеллекта, основанные на использовании беспилотных летательных аппаратов для приведения исследований сейсмики и точном рельефе необжитых территорий для оптимального размещения антенн и системы приемников. Проекты с подводными беспилотными аппаратами позволят искать на морском шельфе крупные месторождения нефтегаза. В тренде усиления темы водородной энергетики в Казанском университете есть наработки по технологии получения водорода непосредственно из нефтяных пластов, позволяющие совместно с нефтью или газом добыть водород. Серьезные наработки есть у ученых университета в области разработки катализаторов для крупного бизнеса. Реальным подтверждением тому является совместная катализаторная фабрика с гигантом нефтехимии Татарстана Нижникамс-нефтехимом. Есть успешный опыт эксплуатации катализаторов Казанского университета при добыче сверхвязкой нефти на Кубе силами компании «Зарубежнефть». Татнефть использует катализаторы университета и горячий пар при добыче сверхвязкой нефти в Татарстане, облагораживая нефть еще в пласте под землей. Не менее активно ведется работа в области изотопных исследований. Центр, созданный в КФУ в рамках 220-го постановления, весь год набирал обороты. В его стенах реализовалось большое количество проектов, позволивших КФУ войти в пол ведущих центров России и закрепиться в мировом сообществе в качестве Центра геохимических исследований нефтяных систем. Центр позволяет с достаточной уверенностью благодаря изотопному анализу нефти и образцов власта подтвердить наличие нефти в той или иной местности. Стоит отметить, что наиболее активно цифровизация в стране происходит в области нефти и газодобычи, в финансовых учреждениях, в сфере розничных продаж, в мультимедиа. Казанские федеральные университеты в нефтегазовом направлении находятся в группе вузов-лидеров по цифровой трансформации в научно-образовательной области. Казахстан Казахстан